Вы у себя в стране друг друга насилуете швабрами, и не только швабрами, сажаете в тюрьмы и насилуете там. И это ваша проблема, которую вы должны решать в своей стране, к вам же никто не лезет, не лезьте и вы к нам. Тумсо, я армянин, согласись, если бы чеченцы были бы христианами, то войны и распри между вами с русскими не было бы. Они всегда упоминают его геройство для России, они говорят, что это герои России, и никогда не говорят, что это чеченский герой, герой чеченского народа, герой Чечни или герой ума. Никогда. нашего национального лидера Ахмата Хаджи Кадырова. Почему тут Ямадаев перешел на сторону России? Помнится мне в 2008-м, когда была Российско-Грузинская война, и был отправлен Ямадаев с этим батальоном в Восток, он тогда давал интервью и сказал, у них, говоря про грузинских военных, он сказал, у них с техникой, с обеспечением у них все в порядке, но душка у них нет, вот так он сказал, душка у них нет. Так вот, я отвечу тебе его же словами. Он перешел на сторону России, потому что душка у него не хватило сразиться врагом, поэтому перешел на сторону России. Ингушетия не воевала, осталась Россией и стала самым благополучным регионом России насчет свободы и вероисповедания. Что думаешь насчет этого? Вряд ли можно гордиться подобным, но и по поводу свободы на вероисповедание, в Ингушетии, конечно, с этим дела обстоят получше, чем в Чечне, но можно ли сказать, что там нет притеснения? Неужели те братья, которых там убивают и убивали, похищали в этих застенках МВД или ФСБ, пытали и пытают, и от пыток там люди умирают, неужели ты считаешь, что это хорошо, что это можно считать каким-то плюсом? Или возьми, допустим, сегодняшних политзаключенных, вот этих митинговавших, лидеров этих протестов, которых сейчас осудили на очень серьезные сроки, по-моему, семь с половиной, там минимум дали, и девять лет в основном, да? Но это ведь россияне, сторонники России, они там такие вещи говорили, что мы никогда Россию не предавали, всегда там чуть ли с мусульманами даже воевали, мы вместе с Россией, гордились они тем, что они воевали с Россией, и как с ними поступили. Хоть я и крайне негативно к этим людям отношусь, но то, что сделали в отношении них, является несправедливостью. Они ведь не заслуживали таких сроков, каких-то серьезных преступлений они не совершили, эти протесты они, да, как бы неприятные они нам не были, но преступлением они не являлись, никаких нападений там на сотрудников они не совершали, это понятное дело, и тем более не призывали это совершать. Поэтому, ну, задумайся об этом, когда в каких-то моментах там что-то получше, наверное, чем в Чечне в вопросах свободы вероисповедания, но какие-то вопросы в Чечне лучше, в Чечне нет, допустим, в продаже, в открытой продаже в основном алкоголь, кроме как там на определенных точках. Можем ли мы сказать, вот это хорошо, значит, надо там быть с Россией, это ведь сегодня российский наместник там это сделал. Можем ли мы так рассуждать? Конечно, нет. Там сама правда, что Кадырова кандидат в наук и мастер спорта по боксу и борьбе. По борьбе нет, остальное правда. Да, он академик, он мастер спорта по боксу. Вы не видели, он как тренер, он объяснял этому, Майорбеку Тайсумову, какой тактики нужно придерживаться в бою. Говорю, видишь, говорит, он правша, поэтому ты, говорит, должен уходить вправо, говорит, вправо надо уходить, а если ты уходишь лево, ты прям под удар правой попадаешь. Правильно же, Робе советовал? Я думаю, он мастер. Одна известная женщина из окружения Ахмеда Закаева, она вернулась домой, уехала к Кадырову, и они в честь этого там собрали эту группу быстрого реагирования, это бывшие сторонники Ичкерии, которые где-то не выдержали каких-то испытаний или просто из-за своей продажности перешли на сторону врага, стали предателями. Он обычно собирает эту группу быстрого реагирования в лице Хамбиева, Дадаева, Шаа Турлаев, еще каких-то, в общем, деятелей. И они рассуждают о том, что вот какая была плохая, значит, Ичкерия, и какая хорошая сегодняшняя российская, Катыровская, Чечня, какими плохими были наши герои, и какими хорошими являются сегодняшние предатели. И вообще, дескать, мы же не предатели, мы же все хорошие. В общем, они всегда сидят, рассуждают. И вот сегодня очередной был повод для того, чтобы он собрал этот сабантуй, так как приехала эта женщина. И они, как обычно, в общем, всех сидели, поливали. И присутствовали там эти музыканты. Тот самый музыкант, который поет эту песню Яхилу Кенти, «Парни с честью» переводится. И я заметил, что он постоянно на вот эти вот собрания с бывшими ичкерицами, он постоянно приводит этого музыканта, этого певца, и дает ему петь эту песню. Исключением не явилась и сегодняшняя встреча. Она транслировалась в прямом эфире, в инстаграм у Катырова. И там пелась эта песня. И я сегодня понял, почему он это делает, почему всегда играет эта песня. Катыров использует эту песню как экзорцисты, вот эти изгоняющие джиннов, как они используют отдельную суру из Курана, чтобы выявить джина. Вот вы видели, как они работают? Приходит человек, значит, нужно проверить, одержим ли он каким-то джинном. Ему читают эту суру из Курана, и если в нем действительно есть джин, если он одержимый, то он начинает как-то там, ну, неадекватно себя вести, что-то кричать, дрожать. Вот Катыров точно так же использует эту песню для бывших сторонников Ичкерии. Когда этот тип начинает петь Яхйолу Кенти, он смотрит на реакцию человека. И если у него на лице начинается какой-то процесс, видно, что что-то у него внутри не дает ему покоя, то Катыров решает, а, в этом человеке еще, значит, есть какое-то достоинство, он еще не готов к пути Ахмата Катырова, значит, над ним нужно еще поработать. И там начинается, видимо, электрофорез, сажание, я не знаю, на бутылки, насилование швабрами, избиение, вот это все. И обратно, видимо, приводят опять как профилактика, как индикатор. Ставят песню, опять Катыров оценивает, смотрит на мимику, подает человек какой-то знак или нет. Если же человек никакого, ничего на его лице не происходит, то есть он абсолютно равнодушен к этой песне, значит, все, все достоинство из него ушло, вымыто, выбито, человек полностью готов к пути Ахмата Катырова, он действительно целиком и полностью стал предателем. И вот тогда он, видимо, может присутствовать на этих встречах и в целом считать себя Катыровским сторонником. Единственное, что бы я ни говорил, Ша, я не оставляю, у меня есть все-таки надежда на тебя, теплится у нас в сердцах надежда на тебя. Ты сегодня опять сидел рядом, прямо с Катыровым, в непосредственном доступе к его телу, поэтому помни, что мы все еще на тебя надеемся. Мы до этого надеялись на Майка Тайсона, когда он, помнишь, там надо было просто чуть-чуть Тайсона приложить усилия, но он подвел. Я надеюсь, что ты нас не подведешь, что в один из дней ты сделаешь то, что должен сделать. Ша. Короче, мы тебя еще не списали, имею в виду. Итак, у нас в эфир был прислан вопрос. Тумсо, привет из Израиля. Месяц назад начал смотреть твои видео. Благодарю за контент. Посоветуй хороший источник о истории ислама. И еще скажи, пожалуйста, чем музыка в исламе это харам хорошего эфира. Итак, по поводу истории. Нужно понять, что именно, какой период именно тебя интересует. Тогда, может быть, я что-то посоветую. Так, вообще, на самом деле, много книг. Есть такой сайт, называется «Свет ислама». И там очень много переведенной литературы с арабского языка. Очень много хороших книг, в том числе и исторических, различного исламского периода. Так, а что касается музыки в исламе, то, ну, есть прямой запрет на музыку. Это аят Курана, в котором упоминаются праздные речи. И муфасиры, толкователи Курана, сказали, что под праздными речами речь идет о песнях. Также есть отдельные тексты священные, запрещающие музыкальные инструменты. Поэтому это такое известное положение в исламе. Несмотря на то, что были какие-то отдельные, конечно, мнения ученых, как, например, Риман Хазма, который говорил, что не видит прямого запрета, но это очень такое редкое, отклоненное мнение, основное мнение в исламе, которое я считаю, безусловно, правильным, это что музыка и песни являются запретными. Томсо, не может страна даже приблизиться к уровню жизни европейской страны, если вместо закона, основанного на нормах европейского права, будет шариат, где даже музыка запрещена. Ты считаешь, что музыка играет какую-то роль в уровне жизни страны? Какую роль она играет? Что, на концертах они поднимаются? Или что? В чем дело? Томсо, ну типа в России чем больше мусульман, тем более страна агрессивная. Они влияют на выборы в России, и чтобы Россия пошла против христиан. Так это мы во всем виноваты. Я так и знал, что в итоге это все вернется к нам. Это мы окажемся во всем виноваты. Ладно, валите на нас. Чего нам не привыкать? Жили на своей земле, ведь воруют друг друга. Ау, Томсо, ну так, это же наши проблемы. Воруем мы там друг друга, убиваем мы друг друга, что бы мы ни делали, но это наше дело. Оставьте нас покоя. Если мы будем там воровать друг друга, ну скажите, да, пусть бесятся там, оставьте. Что же вы к нам лезете? Вот это не пойму. Вы у себя, в стране, друг друга насилуете швабрами, и не только швабрами. сажаете в тюрьмы, и насилуете там. И, ну это ваша проблема, которую вы должны решать в своей стране. К вам же никто не лезет. Не лезьте и вы к нам. Мы-то, по крайней мере, швабрами никого, ну, до прихода вашей оккупации, нашей земли, у нас не было. На бутылке у нас вот сейчас начали сажать, когда вы к нам пришли. До этого у нас подобного никогда не было. Поэтому, займитесь своими проблемами, а мы и займемся своими. Ты так говоришь, будто это мы придумали. Русский народ так же угнетают, как и все. Ну так, это вопрос российский. Это россияне должны его решать. Решайте. Точно так же, то, что у нас, если мы воровали у нас людей, как вы говорите, это наш вопрос. Не россияне должны решать наши вопросы. Оставьте в покое. Чеченцы сами разберутся. Просто выведите войска, оставьте нас в покое. Это наша свободное, суверенное государство. И вот внутри своего государства проблемы, которые у нас будут, если мы будем воровать людей, будем убивать, что бы мы ни делали, мы сами будем это решать. Не вы должны приходить к нам, оккупировать и что-то у нас решать. Вот сейчас, как пример, я говорю, вы швабрами и не только швабрами насилуете зэков. К вам же не приходят войска НАТО и не решают у вас эту проблему. Вы ее сами решаете. Будьте добры, оставьте нас в покое. Мы также сами порешаем. Накажем всех, кто будет воровать, кто будет убивать, кто будет неправильно себя вести. Всех накажем, посадим, угомоним и будем развиваться. Иншалла. Как относитесь к решению Руслана Хасбалатова поддержать Верховный Совет во время путча 93-го года для свержения капитализма и алкаша Ельцина? В то время он был вторым человеком в Верховном Совете. Никак не отношусь, к нему самому я отношусь негативно, поэтому его решение, его роль в российской истории, она меня, ну она меня не интересует настолько, чтобы давать ей какие-то оценки. Пусть россияне дают ему оценки, это все-таки российский политик, советский, российский, он россиянин, он советский гражданин, пусть они дают ему оценки и решают, какую роль он сыграл в истории. В нашей истории, в истории чеченского народа он сыграл негативную роль, поэтому для нас это отрицательный персонаж. Саламу алейкум, смотрел последний комментарий Руслана Кутаева на разговор Путина и Сакурова. Алейкум ассалам. Да, я видел его комментарии, он и раньше высказывал, в принципе, такое подобное этому мнение. И, конечно, мне это мнение не близко, я не поддерживаю это мнение. Но сдается мне, что Руслан Кутаев таким образом пытается их же политику, российскую политику, противопоставить против них самих. Говоря, вот вы все время хотели, ну вот теперь получаете, давитесь нами. Что-то такое. Я не воспринимаю Руслана Кутаева как сторонника России, как предателя чеченского народа абсолютно. То, что он говорит, я понимаю, что это как бы режет слух, и многие, наверное, уже поспешили его приписать к тому лагерю. Я, по крайней мере, сохраняю такое неплохое мнение о Руслане Кутаеве. Мне кажется, вот эти вот высказывания, его, они несут не тот смысл, что мы там, россияне. Он скорее их троллит, как мне кажется. Я надеюсь на это, и если мы будем говорить серьезно об этом мнении, то, конечно же, я его не разделяю. Чечня, Чеченье, это не Россия, и мы не хотим быть Россией. Мы 400 лет боремся за то, чтобы не быть Россией. И Руслан Кутаев это тоже человек этих же убеждений, насколько я его знаю. Он тоже сторонник этой же идеи, он был соратником Масхадова. Поэтому я воспринимаю его эти слова как некий троллинг. Типа, вот вы, все это время вы хотели сделать нас гражданами, ну вот теперь давитесь нами, мы теперь вот хотим быть президентами в вашей стране. Я это вот так воспринимаю. Говорят, что спор Путина с Сокуровым был спектакль. Алейкум ассалам. Не исключено. Но как спектакль? Один в этом спектакле как минимум не знал о том, что он участвует в спектакле. Даже если мы предположим, что это был спектакль, то я не думаю, что оба в этом спектакле играли какую-то роль. Одного в любом случае использовали, я думаю, и он был искренен в своем этом спиче. Но так, конечно, не исключено. Такие, вообще на таких встречах темы, вопросы, они обычно согласовываются. Но это не исключает того, что кто-то может пойти не по сценарию, задавать какие-то вопросы. Как мы помним, это было солистом группы ДДТ. Шевчук, кажется, его фамилия, если я не ошибаюсь. Помните, он задал вопрос Путину, он сказал, вот перед свечей с вами мне звонили люди и говорили, из администрации, сказали, что звонили с администрации президента и сказали, не задавать вам неудобных вопросов. На что Путин ответил, а Юра, его зовут Юрий, Юрий, Шевчук, по-моему, он сказал, а как вас зовут? Спасибо. Юра, говорит, меня зовут Юра. Юра, это провокация, сказал Путин. Поэтому такие моменты бывают. Исключать, что это был не спектакль, мы не можем. Но исключать, что это был спектакль, мы тоже не можем. Поэтому возможно. Он единственный из Кавказа, кто вел переговоры в Москве против ввода войск в Чараи. Затем, как мы знаем, никто не собирался вести переговоры, и он оставил свою должность и ушел из Парижа. Министр юстиции. Мне, честно говоря, неизвестно эта история. Если это так, как ты говоришь, то это достойно. Тумсо, я армянин. Согласись, если бы чеченцы были бы христианами, то войны и распри между вами с русскими не было бы. Ты скажи, скажи, это грузинам. Что за вопрос такой? Неужели ты, будучи армянином, не знаешь пример Грузии? Грузия – это православная страна. В основном большинство грузин, они православные христиане. Небольшое количество там есть мусульман, аджарцев, но в большинстве своем это христиане. И как с христианской Грузией поступила Россия, о которой ты говоришь. Или спроси об этом украинцев. Они тоже все православные. До недавнего времени вообще они все входили в одну единую церковь. Очень близкие друг к другу народы. Посмотри, что с ними сейчас происходит. Их не спасло то, что они являются христианами. Так что нет, от империалистических идей не может спасти ни религия, ни народность, ничего. Если рядом с тобой находится такой сосед, мощное государство, и это государство имеет амбиции империи, хочет стать второй Византией, продолжением Византии, то ты от этого никуда не денешься. Ни религия ничего тебя не спасет. Как думаешь, боксер и академик отвлекается от Игры престолов на твой эфир? Ну, в данный момент я так понимаю, они проводят встречу там. Мы очень часто говорим про наших лидеров, про героев, и всегда упоминаем, что это чеченские герои, что это герои умы, герои чеченского народа, герои чеченского государства. Но всегда их имена у нас звучат исключительно с упоминанием либо народа, либо умы, либо государства нашего, никогда не российского. И вот удивительным знамением Всевышнего Аллаха является то, что он заставляет этих предателей своими же устами свидетельствовать против себя. Обратите внимание, когда Кадыров и его пропаганда, когда они говорят про Ахмата Кадырова или про Рамзана Кадырова, они всегда упоминают его геройство для России. Они говорят, что это герой России и никогда не говорят, что это чеченский герой, герой чеченского народа, герой Чечни или герой умы. Никогда. Всегда упоминается только его геройство для России. Вот небольшая нарезка про Ахмата, например. Благодаря вам, Владимир Владимирович, и первому президенту Чеченской республики, герой России, Ахмаду Хаджи Кадырову. Герой России Ахмад Хаджи Кадырова. Герой России Ахмада Хаджи Кадырова. Герой России Ахмада Хаджи Кадырова. Герой России Ахмада Хаджи Кадырова. национального лидера Ахмада Хаджи Кадырова. Герой России Ахмада Хаджи Кадырова. Герой России Ахмада Хаджи Кадырова. Герой России Ахмада Хаджи Кадырова. Является героем России, а не героем чеченским. Это они сами своими устами говорят. И это как раз то знамение Всевышнего, на которое нужно обратить внимание. Если бы только мы говорили о его предательстве, и они сами бы об этом не свидетельствовали, то можно было бы сказать, что мы от своей ненависти к нему говорим подобное. Но здесь те, кто его очень любят, те, кто пытаются навязать его как культ личности нашему народу, даже они не говорят, что он герой для нашего народа. Нигде они не упоминают его геройство для народа, для нашего государства или для нашей умы. Нигде. Всегда говорят, что он герой России. И я здесь соглашусь с тем, что действительно он герой России, он российский герой. Если для них такая персона может быть героизирована, то мы только рады. Пусть он будет их героем. Но героем чеченского народа, героем чеченского государства, героем нашей умы, он никогда не будет. Он вошел в историю как предатель нашего народа, нашего государства и нашей умы. И это он уже никогда не исправит. Он ушел с этим. И его сын сегодня тоже продолжает идти на его же пути. И, Кадыров, ты, как-то открывая мечеть в Шалях, большую мечеть, ты сказал, говоря про то, что типа в пятницу это произошло, ты сказал, вот Аллах так это предписал. Вот здесь тоже Аллах так предписал, что вы сами своими же устами свидетельствуете против самих себя. Вы сами своими языками говорите, что вы герои России, но не герои Чечни, чеченцев или нашей умы. И возьмите и зафиксируйте вот этот сегодняшний момент, сейчас декабрь 2021-го. Вот вы увидите, что после этих моих слов, после вот этого выступления, они скорее всего начнут употреблять какие-то другие эпитеты в отношении этих людей. Пытаться говорить, что они герои для чеченцев, герои Чечни. Ну и хватит ненадолго, я вас уверяю. Я уже проходил эту тему с именем, отчеством. Я говорил про, упоминал про Рамзан Ахматовича, что это не принято у нас. И они тогда тоже решили немножко изменить эту тактику, но потом снова вернулись к ней. Сейчас они снова называют у друга по имени, отчеству. Вот здесь произойдет то же самое. Они сейчас, увидев эти мои слова, начнут типа исправляться, будут говорить, теперь упоминать, что он герой для Чечни, там герой для чеченцев. Но хватит их, я думаю, ненадолго. И даже если их заставят сейчас постоянно это упоминать, это они будут делать только лишь потому, что я сейчас это сказал. И все, все, кто присутствует, кто увидят этот ролик, все свидетели тому, что вы не говорили этого никогда до этого. Вы всегда упоминали только о его геройстве для России. Вы говорили, что он герой России. А мы говорим, что Джохар, Зелимхан Яндербиев, Аслан Масхадов, Гилаев, Басаев, Садулаев, все эти наши герои, те, кого я не назвал, наши лидеры, они герои нашего народа, они герои нашего государства, они герои нашей уммы. Это те люди, которые отдали свои жизни за эту религию, за этот народ, за это государство. А вы герои России. И таковыми вы навсегда останетесь. И никогда вам не быть героями нашего народа. Томсу Аделимханов чем занимался во время войны? Предавал. Занимался предательством. Предал Радуева и получил для себя пост в российском государстве. Неплохую сделку для себя он, конечно, сделал в этом мире. Приуспел. Но будущее у него, конечно, не завидное. И он это знает. Субтитры создавал DimaTorzok